У тебя очень-очень опасная болезнь. Эта болезнь может убить тебя. Если рядом с тобой проходит человек, и он не дает тебе салам, и ты начинаешь гневиться, знай, что ты горделивый человек. Всевышний Аллах для Него ничего не является бессильным и великим. Всевышний Аллах дарует без отчета. Передается, что двое из людей войдут в рай. Один войдет сверху, а другой снизу. И тот человек говорит, о, Всевышний Аллах, мое положение таково же, как и его, мои деяния такие же, как и его, но ты ввел в его высшую часть фирдауса, а меня поместил в нижнюю часть. И Всевышний Аллах говорит, да, ты подобен Ему, и между вами никакой разницы нет в деянии, кроме того, что Он просил у меня фирдаус, а ты не просил этого. И я даю, и не обращая на это внимания, я дарую тому, кто у меня просил. И я надеюсь, мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах внушил нам понимание, чтобы наши сердца были понимающими. Нет ничего лучше, чем то предположение, о котором мы предполагаем о Всевышнем Аллахе. И вы пришли, предполагая что-то хорошее обо мне, думая обо мне хорошее. И я надеюсь, что я окажусь так или лучше, как вы думаете обо мне, и чтобы Аллах не отчитывал меня за то, что я не знаю. Я молюсь Всевышнего Аллаха, чтобы это благословенные минуты, чтобы мы поднимались в наших деяниях в удовольствие Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах создал человека в самом прекрасном соразмеренном виде. И сделал способность у человека познать Всевышнего Аллаха и подняться в высшие степени. И он может стать в этом подъеме в степени ангелов и высшие ангелы. И это все из-за того, что он может исправить свое эго, свой нафс. Наши эго или мы сами, мы можем быть и уподобиться шайтану или джиннам, и мы можем уподобиться ангелам или лучше них. Потому что Всевышний Аллах сделал очень удивительным творением этого мира. Всевышний Аллах сделал в человеке все те компоненты, которые он создал для всего творения. И поэтому говорит один из мудрых людей, неужели ты думаешь, что ты мельчайшая частица, в то время как в тебе скроется полностью Вселенная? Всевышний Аллах сделал в нас телами, но и другие существа являются телами. Имам Аль-Газали говорит, Аллах сотворил для нас волосы, подобные волосам животных. И Всевышний Аллах сделал в нас зубы и ногти, подобные неодушевленным. И сделал наши тела, подобные телам животных. И сделал в нас, создал в нас душу, подобные ангелам. И сделал в нас страсти, подобные шайтанам. Мы являемся одной единым целым компонентом, который является составляющим компонентом всего мира. Поэтому раб, человек, поклоняется Всевышнему Аллаху разными видами. Он молится. Он совершает коленопреклонение, суджуд. И он постится. Он поминает Всевышнего Аллаха языком. Он израсходует свое имущество. Также он женится. И так он делает разновидные деяния. Мудрый человек — это тот человек, который понял то, для чего он был сотворен с Всевышним Аллахом. Человек является самым наилучшим обликом, самым наилучшим обликом в всем этом творении. Человек является самым прекрасным и красивым, чем горы, чем небеса, и чем звезды, и чем все остальное другое. И поэтому получился такой вопрос, правовой вопрос, очень в прошлом времени. Один мужчина сказал своей жене, если ты не являешься красивой, чем луна, то ты являешься разведенной. Затем был изумлен, что ему делать. Но его жена не была такой прекрасной, красивой. И он пошел к ученым и спросил у них, моя жена будет разведенной или нет. И люди говорят, например, на красивого человека, и говорят, что он красивее, чем луна, например. И он пошел к одному, пошел к ученому, второму, третьему, и никто не отвечал на его вопрос. И он пришел к одному ученому, и он ответил ему, ты не развелся с женой, ты можешь возвращаться к своей жене. Он сказал, что священный Аллах создал человека в самом прекрасном, соразмерном виде. Поэтому является большими грехами унижение облика человека. Если человек говорит другому, иди отсюда, ты подобно собаке. Или же ты подобно одному из каких-то животных. Или он унижает его облик, его вид. Ученые сказали, это и является одним из больших грехов. И это все потому, что священный Аллах создал человека и предпочел его над всеми другими творениями. И как ты можешь унижить это творение священного Аллаха, его предпочтение. Еще следующим другим нашим счастьем является, потому что мы созданы в том виде, в том облике, в котором создан наш пророк Мухаммад. И поэтому мы знаем, что наш пророк Мухаммад является самым наилучшим из творения. Что является прекраснее наш пророк Мухаммад, или небеса, горы и моря. Суященный Аллах создал нашего пророка Мухаммада в этом человеческом облике. И поэтому мы очень счастливы, что мы подобны ему. Когда Джа'фар и Бену Абит Алиб, когда он сказал ему, когда Джа'фар и Бену Абит Алиб, когда пророк Мухаммад сказал ему, ой, Джа'фар, ты подобен мне в облике и подобен мне в неравах. И он стал от радости, стал прыгать от радости и танцевать. Вы знаете ли вы, что значит мы подобны пророку, салли Аллаху, али вассалям? Это предъявляется или замечается в том, что мы можем приблизиться к Всевышнему Аллаху самыми наилучшими средствами. И это потому, что когда мы уподобляемся чему-нибудь, который нравится и любит Всевышний Аллах, мы не можем уподобиться ангелам, например. Они созданы из света. И их тела являются очень большими, являются скрытыми для нас. Но мы можем уподобиться господину всех ангелов. Посмотрите на благодать Всевышнего Аллаха, который оказал нам. Нам он рассказал, что это является любимцем его Всевышнего Аллаха. И сказал нам, если мы хотим довольствия Всевышнего Аллаха, всего лишь, чтобы мы следовали ему, пророку Мухаммаду, салли Аллаху, али вассалям. И если мы хотим, чтобы Всевышний Аллах возлюбил нас, чтобы мы следовали и подражали пророку, салли Аллаху, али вассалям. И Всевышний Аллах сказал, о, пророк, скажите людям, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и Аллах возлюбит вас. Простая жизнь человека, его отношение превратило в самое лучшее соединение и в самое лучшее обращение к Всевышнему Аллаху. Знаете ли вы, как является это наилучшим приближением к Всевышнему Аллаху? Пример возьмем. Если мы кушаем, мы из-за того, что кушаем правой рукой, мы уподобляемся и подражаем пророку, салли Аллаху, али вассалям. Из-за этого он может полюбить насыщенный Аллах. Все творения, например, кто выходит замуж или кто женится. Поэтому, будь у мужчин и будь женщин, у них есть такое свойство, инстинкт выйти замуж или жениться. Но, однако, когда наша женитма, она становится подражанием пророку, салли Аллаху, али вассалям, она превращается в нечто, которое удовлетворяет нашего Всевышнего Аллаха. И пророк нам говорит, «Никах является моим суннатом». И пророк салли Аллаху нам говорит, «А тот, кто отворачивается от моей сунны, это человек, который отворачивается от меня». Поэтому мусульманин, он женится, чтобы он воздержался от женщин и чтобы создать исламскую семью, которым он заслуживает довольствие Священного Аллаха. Мы любим кушать, и нам необходимо, чтобы мы покушали. И Всевышний Аллах из-за милости Его к нам поставил, нам оказал милость в том, что нам нравится. Вам нравится кушать, например, кушайте. И пейте, но чрезмерно не делайте этого. Пророк салли Аллаху, к примеру, говорит, человек может покушать один кусок, и за это может воздаст волосы Вишнему Аллаху, и за это Аллах прощает ему грехи. Как, например, быть, если ты мне окажешь что-то хорошее, и я дам тебе тысячу долларов. Еще, если мне шукру делал, еще дам. Если еще, еще больше дам. И так, получается, увеличивается до бесконечности. Ты скажешь, какой это удивительный человек, чем больше ты ему это делаешь, что он увеличивает тебе эти деньги. Есть ли в этом мире кто-нибудь, который делает подобное? Мы много работаем, и, в конце концов, нам очень малое количество зарплаты дают, например. И нам не увеличивает на нашем узироте, который нам дают, кроме после определенного срока или времени заработной плате. А наш Всевышний Аллах ничто не желает от нас, кроме того, чтобы мы восхваляли Его и следовали нашему пророку Мухаммаду салли Аллаху. И мы должны посмотреть на наши нравы, если во мне самолюбие, если во мне гордость, если во мне зависть, если во мне показуха, мы вот так должны думать. Один из нас, когда у него заболит живот, он идет, обращается к врачу. И когда врач дает ему лекарство, он начинает строго придерживаться тому, что врач назначил ему. И мы удивляемся самим себе. Когда мы идем, например, к стоматологу. Мы подчиняемся ему, подобно, как будто мы его рабы. Он говорит, садись на этот стол, мы сядем. Потом он начинает говорить, раскрывай ноги, мы начинаем раскрывать ноги, лежать. Иногда бывает, что учитель, например, старый человек в возрасте, даже если скажет своему ученику, например, делай подобное, он может постесняться и не делать этого. Например, когда стоматолог тебе говорит, открой рот, ты открываешь сразу. И начинает вводить свои средства в твой рот. Но ты чувствуешь боль, но ты начинаешь проявлять терпение. Почему все это? Потому что ты знаешь, что этот человек лечит тебя от твоей болезни. И ты знаешь, что эта болезнь может увеличиваться и может привести тебя в более трудное состояние. В нашей религии делаем ли мы подобное? Мы ходим ли к тем шуюхам, которые воспитывают нас, и говорим ли мы им, воспитайте нас. Чтобы мы исправили себя. И чтобы мы подчинялись и следовали за тем людям, которые воспитывают нас. И поэтому есть некоторые болезни, которые лечатся посредством препаратов, а есть другие, которые лечатся посредством воспитания. Субханаллах, мы говорили о том враче, который очищает человека и воспитывает его. И мы говорили о том враче, который воспитывает нас и исцеляет наши души. И, алхамду лиллах, хвала Существенному Аллаху, что перед нами именно тот врач, который исцеляет наши души. Но, однако, чтобы узнали, присутствие врача недостаточно. Больной должен прислушаться к врачу. И поэтому мы должны обратить внимание на самих себе. Если ты находишь в себе гордость, то обратите внимание на себя. У тебя очень опасная болезнь. Эта болезнь может убить тебя. Эта болезнь омертвляется в твое сердце. Когда человек умирает, умирает его тело. Это очень легко, потому что он превращается в землю. Но, однако, умертвление душ является очень большим недостатком, очень большим бедствием. И поэтому, когда ты раскрываешь какой-то твой недостаток, психологический недостаток, сразу начни исправить ее и исцелить. И каждая болезнь имеет свои свойства. Если кто-нибудь видит в себя, что он не принимает наставления других, то знай, что в этом человеке есть гордость. Если рядом с тобой проходит человек, и он не дает тебе салам, и ты начинаешь гневиться, знай, что ты горделивый человек. Если человек подойдет к тебе, и ты начинаешь гневиться, ты знаешь, что ты являешься гордым человеком. И когда ты все это узнаешь, что в тебе есть этот токаббур, что это гордость, ты каждый день начинай оплакивать себя и плакать перед Всевышним Аллахом. И ты против своему эгу. Этот человек, который есть противоречие между тобой и между тем человеком, иди к нему и проси у него прошения. И этим исправится твое сердце. А что человек хочет другого в этом мире? Кроме того, чтобы его сердце исправилось для его обращения и отношения к Всевышнему Аллаху. Говорят, что один человек, праведный человек, шел своими сподвижниками, своими друзьями, сподвижниками по улице. И проходил возле одного дома. И этот дом, у них был такой тазик, в котором они остатки этого огня, которые после огня остаются, все они клали там, в этом тазике. И остатки этого огня они выбросили из окошка на улицу. Не знаю, кто там. И эти остатки попали на голову этого человека, этого праведного человека. А его ученики, этого шейха, разгнилились этому человеку. И когда посмотрели на своего шейха, этот шейх, увидели они, что делает сужда на земле. И долго находился в сужде. И когда он встал, они спросили, что ты делаешь, наш господин? И он сказал очень великое слово. Раб, который заслуживает адский огонь, Всевышний Аллах обошелся с ним с остатками огня. И неужели он не будет делать шукру Всевышнему Аллаху? Я заслуживаю, чтобы я горел в аду, но однако Аллах обошелся, Аллах милостливо относится ко мне, что только попало на мне остатки огня. Мы все это рассказываем себе. Вдруг случится с нами такое. А вдруг, если с нами случится такое, что мы делаем? Пойдем, и мы сможем разбить дверь этого человека. В то время, как самый праведный, самый чистый из нас является тот человек, который может сказать этому человеку, прости нас. Но этот человек, который вот так сказал, это человек, который жил с Аллахом. Мы нуждаемся, чтобы мы поднимались в этих степенях. И вы знаете, что это недалеко от нас, иншаллах. В нашей Родине один из праведных шейхов говорил, в своего рода таком маджлисе он говорил, И он сказал, один из вас может не стать из этого маджлиса, кроме как он станет валием. И мы спросили у него, как это может быть? Он сказал, Всевышний Аллах смотрит на ваши сердца сейчас. И говорит, если Всевышний Аллах обратится в ваши сердца и найдет в ваших сердцах искреннюю тавбу, к сожалению, которым он желает, чтобы он оставил все его грехи. И он является искренним в этом покаянии. Он не станет, кроме того, как он не является ахлюллах, ахлюллах имеется в виду алием. Потому что Всевышний Аллах нам рассказал в Коране, что он любит раскающиеся, которые делает покаяние. Поэтому мы желаем, чтобы мы осуществили все этого. Я возлюбил вас и почувствовал любовь среди вас. И я надеюсь, вот эти дни, которыми я здесь находился, что Аллах сохранит мне эти дни и сделает запасом из-за этими днями и этой средой, которую я проводил этими днями, чтобы я встретился с Всевышним Аллахом. Мы, алхамду лиллах, все собрались в любви Всевышнего Аллаха. Нас не объединяет здесь ни политика, ни благосостояние, ни деньги, ничто. Как мы вошли сюда, мы находимся в мажории зикра и علма. Мы хотим, чтобы для нас осуществилась то радостное весть, о котором о нас сказал Пророк, саллиллаху алейху алейху асалям. Поскольку Пророк, саллиллаху алейху 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 Некоторые говорят, что их лица будут освящены, и они будут в мембарах из люк-люа. И все другие будут завидовать им белой завистью, пророки и все другие. И один человек, который прислушался, слушал это от пророка, он упал на колени. И он спросил, кто эти люди такие? Он сказал, эти люди из различных стран. Они из различных мест собрались в поминание священного Аллаха. Нет у них ничто другое, которое объединяет и собирает их, кроме поминания священного Аллаха. То, что собрало нас в этом доме Аллаха, вы другой национальности, другой народности, нас не собрало, кроме поминания священного Аллаха в этой мечети. Я слышал от шейха, что наша целью не является национализм, разнонародности. Наша цель – поминание священного Аллаха. Нас объединяет наш ислам, наша религия, ислам и наша родина. Если мы будем искренне в этом, мы надеемся, если мы искренне будем в этом, что Всевышний Аллах сделает нас в тех бимбарах, которые окажутся те упомянутые люди. Аллаха. Редактор субтитров А.Семкин